афину финну готова давайте все в режиме этого все в режиме обычном предновогодние это как это называется действие корпоративное говорите громко и четко смотрите что зайчик ты как-нибудь или повыше камеру поднять или нас забанят за тихо это оскорбление вообще-то сука это самка собаки да ну что все вроде нормально все стабильно немножко скачет фокус ну ничего не сделаем ну ничего не сделаем просто слишком контрастно все белая черная немножко просто камера охреневает такая что такое куда мне кого мне вообще снимать то ли корону ирину то ли ушки сашины александр мишура нас ждет мороз присаживайтесь надевайте свои сляпу сегодня александр вот красивом красавили его светлое дети обычно тем ну да видно здравствуйте ну видно 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 вот такая стойка а чё камеру нормальную чтобы видеть хотя бы что мы снимаем а ноги вы спрятали да хорошая а то мы бы видели да не фронталка это вообще ущерб нас в этом влево а ничего что шов посередине у вас как лампа как все сложно по японский родовой где моя нормальная деда морозовская она без блесток можно эту вашу собака не удобно сидеть шапка мне давит немножко мозги сживаются и мне кажется наоборот всем здравия друзья это предновогоднее мероприятие мы хотим хорошее впечатление какие-то оставить собачки у нас беснуется перешугает собачек они все по будкам забьются у нас уже конечно шумно на улице и собачки ведут себя беспокойно но друзья очень хочется все-таки завершить год несмотря на все проблемы и наши и на глобальные проблемы с которыми мы вообще ничего не можем сделать хочется завершить год по-доброму рассказать что-то вам хорошее приятно какие-то моментики приятные вспомнить вот на самом деле у нас сегодня не праздник не выходной девчата заскочили быстренько переоделись для того чтобы выглядеть красивыми вот в этом предпраздничный день предпраздничном видео да будем снимать его в режиме обыча то есть это будет как прямой эфир но опубликуем как обычное видео так что все что здесь произойдет все увидите и услышите видеть себя прилично пожалуйста вот с наступающим вас вечером вы вечером мы опубликуем когда будет может быть уже с новым годом увидите в новом году но пока что у нас еще год 2022 мы пока еще провожаем старый год поэтому у вас с наступающим поздравляем желаем вам добра желаем урегулирования всех вопросов закрытия гештальтов зачем этих выгодных инвестиций что там еще не болейте короче ну вот все я опять захватил пространство эфирное все короче замолкаю буду пить сейчас найду чё буду пить двое а ну вот лимонадик какой то есть можно вот это да так стаканчик подождите ну все дайте мне стаканчик есть вот это че вы получите твои это чай а вот это жизнь и нас тут чуть-чуть шампанского ну давайте тогда лучше делаешь и сегодня мне ездить или ездить все за провожательство скажите что-нибудь с наступающим друзья вот надеемся что у всех все наладится более-менее в том плане ситуация в стране вот хотелось бы чтобы вообще стало как можно меньше бездомных животных да не бы так хотела чтобы тебе хотел а какое ваше мнение скажи еще более такой же не ну чтобы всем сил хватило на задуманные планы если таковые есть и осуществить их в следующем году завершить все что не доделано в этом году вот радоваться тому что есть несмотря ни на что вот мы живы жизнь продолжается мы продолжаем работать и тем не менее радоваться жизни таких условиях какие у нас есть в общем с наступающим друзья она я хочу пожелать в новом году хотя бы хочу сладкое шампанское уже захотели брюса нет просто сладкое вообще тут и хотелось слишком сладко наверное моя мечта никогда не исполнится до от всего приюта не надеюсь в следующем году мы найдем хотя бы одного нормального работника который приживаться коллективе потому что у нас это же это же можно 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 нужно отдельный канал короче открыть и там публиковать все вот эти истории потому что это просто капец это нам очень нужны мужчины и женщины такое дегра дегра есть интегра это дегра просто вот потому что наших сил не хватает уже на это количество собак которые есть хотелось бы больше времени уделять питомцам как сказать не хватает вон пишут же ругательные эти комменты пишут люди вон там столько-то собак и там два человека там чуть ли не в палатке живут они герои там а вы типа там вчетвером не справляетесь мы не справляемся вот мы не справляемся и не надо мне рассказывать сказки что в два человека могут справиться допустим к примеру с двумя остальными собаками это будет полная мы не успеваем у нас ну больше 60 это уже завал вот я рассчитывал примерно ну 15 собачек на человека это предел это вот когда она разными делами все занимаются если чуть-чуть больше это все если у нас собачками какая-то проблема если вот спинальник да вот хат был неходячий или вот картоха когда была до неходячая да это это просто коллапс один спинальник и это уже уже все сыпется все графики все сыпется в приюте так что ну я не знаю может там инопланетяне или кони какие-то работают я им завидую искренне друзья но саш ну это нереально совсем погулять дальше не хочу продолжать что потому что я увлекся просто даже с ним ну блин это не то что даже погулять но мы вот убираемся день да я вот хочу допустим бегемоти погулять с кем-то еще кто вот клетках или в вольерах сидит потому что тут хотя бы основная масса бегать даже они иногда хотят выйти когда это делаем но это нет времени и мы об этом знаем если их кормить например всех собак вот и не знаю какую-то кучу сваливать корм конечно перешли на другое ну смотрите просто сваливают и все ну как не сваливают нет обычно собачки сидят либо ну на цепях либо в вольерах по несколько собачек и туда просто вот им кидают 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 ну там что-то так-то поименно конечно это очень долго ну кинули корма собачки поели кто-то чуть больше куда чуть меньше ну может быть ну тут осуждать кого-то ну нельзя потому что ну такие условия но у нас такого не будет то есть я не пойду на то чтобы набрать тут 200 собак зарасти тут кучами говна и так 4 раза этого 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 не будет поэтому будут будет возможность еще что-то построить будет возможность нанять какого-то работника и тогда да тогда мы как-то в количестве подрастем расширимся но сейчас нет сейчас сейчас по идее вот да мы сейчас поставили кучу новых будок еще и вот пару дней назад еще две будочки поставили и у нас собаки ругаются дерутся за места спальные вроде бы всем хватает но они вот на ней не хотят что здесь занята ну ладно пойду туда нет им надо вот конкретно в какую-то конкурент да вот вот здесь которые рядом с нами да они вот облюбовали а вот будочки которые мы в прошлом году новенькие ставили восемь до восемь будок ну дали отдельно стоят а там раз два три 4 5 5 будок 5 будок два этажа и получается снизу три места и сверху раз два три четыре 7 мест они почти есть они почти всегда пустые да потом но это ушах там и мне нравится им надо за эти подраться просто когда холодно они любят спать много собак вместе называется будки и чаще всего проблемы нет но есть кто-то такой что зайдет такой о тут свободно и вот клад запустила к себе не пускает потом вот займет вот такую будку и никого к себе не пускает а другие спят по четыре собаки в огромной будке потому что ее кайфово им нравится друзья давайте мы все-таки на позитивной ноте вот содержим столько собачьих сколько можем делаем то что можем мы простые люди мы не собираемся ну как бы там геройствовать кому-то что-то доказывать мы стараемся делать то что можем то что в наших силах но может быть чуть-чуть больше и мы не хотим показывать а мы стараемся уйти от этого нытья постоянного что у нас нечего кушать что у нас мы стараемся все делать забрать за благовременно и рассказывать рассказывать вам об этом о проблемах уже по факту их решение ну или временного решения ну в общем по факту какого-то следующего шага когда-то когда-то конечно было еще хуже намного было хуже чем сейчас не было денег вообще даже на базовые корма приходилось вообще там экономить приходилось постоянно брать деньги с кредитки вот это конечно ну мне кажется совсем не дело сейчас несмотря на все проблемы у нас получше дела корм мы закупили подшоп к нам приезжал правда подшоп у нас последнее время ну может быть у них да у них тоже наверняка какие-то сложности трудности поэтому хотелось бы как раньше хотелось бы как раньше чтобы они приезжали привозили нам побольше кормов специализированных дорогих но как есть мы все равно и благодарны корма для собачек которые нуждаются для бига даже есть да есть что еще рассказать про это еще для финны гастромешок которые наезд привезли маленькие для да да всех собачек которых надо было постерилить мы постерилили для этого для карантинного блока вагончики купили не не хватило у нас ни времени ни ресурсов чтобы их уже установить и потом начать заниматься отделкой и ремонтом но хотя бы купили это уже огромный шаг просто вот в этом сложном при сложном ужасном году на самом деле это просто огромный шаг то что мы смогли это сделать так что вот да короче да короче все я я замолчал все я молчал дайте мне вот может быть кто-то сейчас смотрит и хочет работать в приюте на постоянной основе так что если вы не алкаш не наркоман добро пожаловать в нашу работу просто если вы адекватный человек да не ленивый человек и понимаете что если вы ответственный человек и не боитесь грязи да грязи и вот реально извините но гомна не боитесь вот тогда приходите танки да в общем все просто в приюте должен работать тот кто хочет это делать тот кто хочет работать в приюте если первый вопрос сколько платите я даже дальше даже не продолжаю диалог с человеком потому что ну я много лет сознательных работодатель я знаю к чему все это ведет приют это не коммерческая организация и и здесь работают только те кто хочет этим заниматься тут как бы если за зарплату именно брать людей то как бы у нас бюджета такого нету чтобы заплатить столько так ну что надо пожелать вы мне до чем-нибудь всем приютом нашей страны вы мне заткнете заткнете рот чем-нибудь чтоб я молчал а вы уже там желаете чем можно рот такую песня ничего не обещала за песня петь нельзя нам тогда реклама не подписались рекламы уже мы вы кстати уже по моему пролетаем потому что было 103 до было 103 а потом чуть-чуть срезали и осталось 98 вагончики кто-то сейчас может режет салат и услышит вагончики подумаешь на смотрит ровню судьбы да да на тихорецкую состав отправится вагончик тронется перрон останется стена кирпичная часы вокзальные платочки белые платочки белые платочки белые платочки белые глаза печальные снимаем да вроде идет запись это нам это дальше выше как это за песня да это за песню подарок да вроде все нормально я хочу кушать короче я сегодня уже так устал всем друзьям приюта спасибо что вы нам помогаете вот огромное вам спасибо я не знаю чтобы мы делали без этих людей ну наверное да вот поэтому огромное спасибо огромное спасибо и за все посылочки и собакам очень-очень нравится и собакам и нам и людям да и нам тоже это всегда вот когда духом падаешь я думал это разное возьмите вашему столу я же думал чем вы в две миски наложили оливье для вида что типа много нет ну просто поближе чтобы не тянуться папа покушал оливье с двух мисок ну ничего с какой миски вкуснее так еще вкуснее да определите с какой миски вкуснее да он смешал все уже успокойтесь вот такую да кому что дать да мне тоже закусивайте закусивайте вы друзья тоже наливайте себе шампанское наливайте уже накрывайте столы и встречайте Новый Год и встречайте Новый Год у нас сегодня вечером чувствую будет очень плохо потому что уже салюты уже сейчас я почему выходила потому что уже взрыв битарный в прошлом году я выходила на улицу потому что собаки все в ужасе ко мне жались настолько было сильно а уже сейчас день салюты сейчас сколько пол второго а они начали я наверное пол одиннадцатого уже петарду взрывали а Ира так и старается корову свою показать а корову она поворачивается всегда да Ир у нее это первый раз посмотрела ой извиняюсь извиняюсь ей тысячу извинений тысячу извинений но мне надо выйти так пусто лежит так пусто лежит конечно так а это не попадает может и попадает не знаю ну есть же наклеечка зашьем потом да дырочка на диване собачки на диване там проделали дырочки да ну а что делать когти мы не стрижем стрижем между прочим когтем что бы то не стригли моим когтем стрижем еще и а где ты с таким когти резком мне надо с собой взять ну в собачьих вещах лежит что дать что за хищный кролик мы же не идем колбаски у тебя лежали на столе но ешь кролик ужин ты просто другого поколения кролик другого поколения сейчас звезда приюта придет что это звезда сейчас я гляну а сколько времени уже мы снимаем не знаю не видно а не видно блин а меня видно сейчас кстати было а то я жую видно да да видно а вот так ну блин ну наверно тоже видно только в то кто заживал мой там но особо нет а ты не посмотришь ты не посмотришь я смогу я просто смогла увидеть вы просто не умеете не ну там уже много времени да переключится если что я скажу 20 минут с чем-то уже снимаем ого ого кошечки луго видите у меня глазом ну если внезапно прервется а мы услышим саша хватит свою покула рекламировать мы знаем что на 33 минут прервается в ее да если мы прощелкаем моменты этот и не успеем попрощаться друзья значит ну значит тогда приходите за прощанием на прямой эфир запрещание по московскому времени да я там уже что-нибудь еще расскажу наверно если у меня вообще сил хватит на этот прямой эфир а то я включу его и к новому году уже это ты прошлый раз так его долго вел что уже я уже началась залипать если бы не собаки гавкающие ну в прошлом году наверно что-то было что рассказывать ну прям долго шел эфир я помню я еще только начала с собаками стоять на улице когда они начали нервничать из-за салюта а ты уже вел эфир я помню что уже тогда записывались ну я в одиннадцать же до нового года его открою где-то часиков в одиннадцать вечера наверно и ну и потом там сколько сколько хватит вот это тебе да что ты шепчешь постоянно и Галя шепчет грибельный перчик стесняемся кушать прямую ты подумаешь что у нас деньги на еду есть да Паш но сегодня все таки праздник да вот он а кстати а что за проблема вообще вот я по настоянию ну мастеров этих наставников ютубовских просматриваю ролики еще другие и там где ну постоянно все плохо да там много просмотров где прям совсем все ну так везде капец там подписчики там много просмотров там где более-менее да все хорошо где люди как-то ну ну может быть это психология так устроена в красоте надо поднимать вернее помогать людям у них совсем плохо а мы получается делаем вид что у нас все хорошо вот у нас было плохо но мы стараемся у нас становится лучше да а если постоянно и плохо и плохо и плохо и плохо это как-то очень странно ну как блин ну если если год вот да у нас там год плохо два пять лет плохо ну уже что задумываясь и думаешь да блин ну так же нельзя продолжать понимаешь раз мы там собачку притащили энтерит да там собачку с кладбищ помнишь щенков привезли энтеритных надо же выводы какие-то делать да значит нельзя сюда таких щенков допускать значит надо их как-то отдельно ну вот уже сделали карантин на толку теперь все собаки что на карантине так остаются там они остаются они у нас остаются я понимаю но у нас уже три года нет нет эпидемии эпизоатии нет кстати да у нас вот инфекционных заболеваний тем более чтобы здесь собачка заболела и умерла уже нет таких эпизодов давно ну да и смерти даже колбаса вот она же уже была заражена до того как попала тоже не умерла у нас вот песик мы не смогли черненького вот этого да у него очень быстро прогрессировалась она как-то быстро просто у него еще и пероплазмоз да помню был там еще с почками какие-то проблемы у него были я просто помню что там не только чума да там он уже под запущен был я уже не помню я помню просто сам факт копания ямки и ну еще да там хана но это тоже онкология как бы или мы сейчас бы говорили ой у нас в этом году у нас же там 20 щеночков от энтерита умерло ну значит мы ни хрена не делаем иначе мы не работаем вот это моя позиция друзья я не хочу ничего говорить там набирайте там по 200 по 500 по 1000 набирайте собачек там как вы хотите ведите свои дела но я считаю это ну недопустимым неприемлемым и поэтому мы да поэтому мы приходим к тому что у нас больше хорошего больше появляется какого то позитива даже и пристройству очень мало очень мало да 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 в этом нет как катастрофа да но все равно чем то чем-то хорошим хочется делиться и показывать не что-то плохое а показывает что-то хорошее что-то доброе что вот мы это сделали да у нас получилось да нам тяжело ну мы же это сделали и может быть еще кто-то сможет такую также делать может быть другой человек тоже посмотрит скажет о да да приют этого не совсем уж и жопа можно можно существовать да с этим можно работать а давайте я тоже попробую блин у меня там есть какие-то даже есть желание есть какие-то возможности да и а так если все время пугать все время ужас 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 так никто и не хочет заниматься потому что вот это и получается что да да тоже говорят что вы все там маргиналы неадекваты и прочее да мы нормальные люди кстати у нас тут очень грамотные все кстати если что подписчики которые ну не контролирую вы не не сильно обижайтесь вот когда мы читаем комменты и там куча ошибок грамматических это на самом деле как хотите пишите ну понятно что это не сильно ответственные тексты но я к тому что нормальные люди работают в приютах даже лучше чем нормальные и нам хочется делиться позитивом каким-то какими-то достижениями какими-то да а это получается ну как бы нафиг никому не на ну не то что никому очень хорошие друзья благодаря которым мы имеем возможность как-то развиваться что-то делать друзья моих сил хватило бы ну ну скорее всего просто на какое-то выживание нельзя было бы вообще говорить там о каких-то стройках о каких-то планах потому что но времени у меня очень мало а вот как раз и вот работников нет дохода очень мало обязанности перенести чтобы александр освободился ну да если будет побольше времени да будет побольше денег и поэтому конечно мы очень очень благодарны именно нашим друзьям которые понимают ну что происходит которые нас не бросают которые остаются ну вот с нами и я думаю что вам друзья приятно видеть то что какой-то прогресс есть что мы все-таки не зря стараемся и спасибо вам за поддержку вот этого доброго ну направления спасибо что вы остаетесь с нами и не уходите опять какие-то там ужасы в какие-то жути у нас кстати есть там подписчица которая говорит вот им надо вам я вам тоже там прислала денежек немножко но я помогаю тем потому что им там совсем плохо но это здорово что люди помогают тем кому совсем плохо но мы все-таки стараемся из этого вылезти перейти вот на какой-то другой этап более лучше конечно нам далеко там как до москвы раком до идеала до каких-то до реализации тех планов которые есть а построил строительстве нормального приюта нам очень далеко но хотя бы с теми проблемами которые вот у нас насочные есть мы стараемся справляться с как этот говорил там с улыбочкой с позитивом позитива позитива ваших речей мало позитива а вот для наших новых подписчиков я хочу заметить что я хочу сказать что в приюте вот мусор который все хотят убрать то есть машины какие поломанные это не мусор это источник дохода это источник дохода на который и живет приют мы бы и рады их разобрали свои территории но для этого нужно время и нужны люди которые в этом разбираются получается что нанимаешь работников даже на эти машины александр говорит они больше ломают чем нормально разобрать чтобы одну машину разобрать нужен человек разбирающийся в этом это не один день занимать не одну неделю чтобы разобрать по период не который будет продавать помните летом пришел мужичок такой прикольный деловой за один день почистил каркас помните короче пришел такой мужичок и такой он то ли строителем работал где чё такое рют и умеешь на яри ну давай сделать для пробы чистить каркас худенький такой не помню как звали он короче такой все почистил все такое ну короче все на тебе короче денег сразу еще что-то сделал мало молодец все я рюм все давай завтра то-то то-то будем делать там все хорошо на следующий день так что делать я говорю давай сделай отмостку вот размер размер делай отмостку сейчас зальем здесь площадку зальем бетоном мы сюда поставим перест переставим душевую кабинку новый туалет будет делать короче прихожу смотрю что-то не то что-то не то и мы говорим слушай а это он такой да я все нормально я такой ты че бухой что ли ты когда успел перепутал все песок не почистил короче раствор так ладно бы человек хрен с ним человек там выпил да ну выпил и выпил и вообще мне все равно но раствор короче не перемешал я начал мешать там куски куски песка просто так и не сделал сетку армирующую сетку